Покемоша Лайф Мрачные глубины локомотивной истории МПС, где центральной фигурой сегодняшнего ролика, во всем своем мрачном великолепии, предстанет пациент практически неизвестной широкой публике. Имя ему ВЛ-12 Тарам. О, давние 70-е, точнее, с самого их начала, из всех утюгов начинает звучать хард-рок. И, конечно, прогрессив-рок. Параллельно с этим, по стальным путям МПС, вовсю рассекают постоянники ВЛ-8 и ВЛ-10. Хорошие машины, зеленые такие, но они не могут и не хотят работать в одной секции. Да и как иначе? Посуди сам, мил человек. Силовая схема-то у них общая для обеих секций. Вот тут собака и порылась. Сформировали, скажем, тяжелый поезд. Одна машина никак не вытянет его по участку. Дают два электровоза двойной тягой, значит. А вот тут поезд тяжелый, ну, вроде как и не очень. Два электровоза много, но одного явно недостаточно. Идея. Надо сделать постоянник, способный работать в составе не только двух, но и трех секций. То есть, каждая из них должна уметь работать самостоятельно. Заодно можно и двигатели тяговые помощнее воткнуть. И вот, в декабре 1972-го, Бигбоссы поручают ВЛ-НИИ заняться этим проектом, который получил название ВЛ-10М. Надо отметить, что ребята подошли к работе творчески и действительно глубоко переработали привычный фермерам-постоянник, а-ля ВЛ-10. Чтобы ускорить выход новинки, инженеры решили вдохновляться передовыми на тот момент электровозами ВЛ-80К и ВЛ-80Т. Не поверите, но уже через год, в декабре 1973-го, НЭПС выкатывает первый локомотив новой эпохи ВЛ-10М. То есть, нет, ВЛ-12. Там пока чертили, решили поменять никнейм на более звучный. Итак, встречайте. Ну, хорош, хорош, слушай. А как раскрашен бродяга? А, у вас же без цвета. Цветной. Не правда ли? Красивая машина. Конечно, нарядный такой. Давайте изучим экстерьер нашего героя. Кабина. Вылитый ВЛ-80Т. Вылитый. Вылитый, Володь Катрынкин, вылитый. Да при чем тут это? Вот, взгляните. Такие же буферники, линии окон, тифоны. А сбоку машина отличается. И прежде всего, расположением жалюзи и крышевым оборудованием. Но даже здесь меньше отличий постоянника и переменника, чем между ВЛ-12 и ВЛ-10. Двумя постоянниками. Система вентиляции ВЛ-12 гораздо ближе к аналогичной электровозов переменного тока. Как, впрочем, и кузов, элементы которого были взяты именно от ВЛ-80Т. И тележки тоже от 80-ки. И даже с люличным подвешиванием. Тогда оно только начинало внедряться и применялось в основном на машинах ВЛ-82М. От ВЛ-82М нашему герою достались и тяговые электродвигатели НБ-407Б. Заметно более мощные, чем ТЛ-2К у ВЛ-10. У ТЛ-2К часовая мощность 650 кВт. А у НБ-407Б все 755. Удивительно, но, похоже, история не сохранила до наших дней компоновочные чертежи расположения оборудования ВЛ-12. Есть инфа, что даже архив по этой серии не сохранился. Однако, по внешним признакам, можно предположить, что расположением оборудования ВЛ-12 сходен с уже знакомым нам 82-м. Разумеется, за вычетом переменных потрохов. Друзья, товарищи, сейчас вы увидите эксклюзив, как обычно на нашем канале. А именно, силовую схему ВЛ-12. Эх, бессонные ночи в архивах, но оно того стоило. Журнал «Электрическая и тепловозная тяга». Март 1976 года. Вот, прошу вас. Заметка про пациента. Родился, учился. И смотрите, сама схема. Плохо видно? А хотите, изучим ее. Электрический ток с проволоки снимается токоприемником ТК-1 и передается на высоковольтный разъединитель Р-31. Затем, через автоматические выключатели ВА-1 и ВА-2, линейные контакторы КЛ-1, КЛ-4, групповой переключатель ПКГ, пускотормозные резисторы Р-19 и Р-22, и статические преобразователи СТП-1 и СТП-2, а также токоограничивающие дроссели ДР-3 и ДР-4 и реверсивный переключатель ПК-Р приходит, наконец, к тяговым двигателям М1 и М4. И все. И все. Фишкой пациента является возможность каждой секции работать самостоятельно. Кроме этого, машина получила независимое тиристорное возбуждение тяговых двигателей и автоматическое регулирование тяги и электрического торможения, которое, между прочим, на этом локомотиве было и реостатным, и рекуперативным. Вы, наверное, хотите увидеть Кабу героя? Наш друг Даниил помог найти реальные фото изнутри ВА-12. Просто чума. Гляньте, какая красота! Нет, все-таки налицо влияние электровоза ВЛ-82М. У помогала пульт вообще идентичен, а у ТЧМа... Да почти тоже. Такой же контроллер. По-видимому, также расположены приборы на панели, только сигнальных ламп два ряда вместо трех. Еще старомодная радиостанция ЖР-3М. И вот, видите, чайлики осциллограф поставили. Правильно, испытания такие испытания. Судя по киловольтметру сети, машина поднята. А напротив, за окном, стоит ВЛ-22М. Ошалеть! Машинист управлял электровозом, используя три рукоятки. Возбуждение, скорости движения и токо-якоря, основная рукоятка. Электровоз располагал двумя соединениями тяговых двигателей, сервисным и сервисно-параллельным. Двадцать четыре пусковые позиции на первом и двенадцать позиций на втором соединении. Получается только две ходовые позиции? Кот наплакал. Так, конструкцию разобрали, проследим историческую нить. В следующем, в 1974 году, НЕВС выпускает вторую машину, ВЛ-12-002. Уже зеленую, как крокодайл. Она получила некоторые внешние отличия. Появились, наконец, розетки СМЕ, что было логичным, ибо первая машина работать по системе не могла из-за отсутствия оных. Исчезли ребра на кабине и преобразилась система вентиляции. Эта жалюзи исчезла, зато добавилась такая секция. Были изменения и по расположению оборудования, и по электрической схеме. И куда же поступили оболока? Ммм, ну естественно в щербу, как обычно. Испытания и доводка электровозов проходили тяжело. Капризное независимое возбуждение, сыроватые статические преобразователи, тяговые двигатели, норовящие сорваться в боксовании. Ничего не могу поделать. Это какой-то кашбар. Все это приводило к тому, что на линию пациенты поступили лишь к 1977 году. К тому времени уже не стало короля Элвиса и Марка Болана. Машины определили в депо Москва сортировочные, где они стали пробовать себя в роли полноценных грузовых электровозов. И чё по инфе? Результатов работы ВЛ-12 в печати или в журналах почти нет. Как будто и не было тех тачек. Только по крупицам в воспоминаниях современников удалось кое-что раскопать. Вот пишет некий юноша, работавший на этом локомотиве. Весной 1979 года я, в качестве помощника, немного поработал на ВЛ-12-002. Машины были закреплены за двумя машинистами. На первый ездил машинист Аброськин, позже он стал инструктором. На второй Диваев Рома. Машины ходили только на участке Москва сортировочная, рыбная, Перова. По обороту, со специально приготовленными поездами. Вес 6,6,5 тысяч тонн. Для того времени, учитывая, что грузовые вагоны почти все были на скользунах, это было много. Докладчику вторят другие локомотивщики. Электровозы вели себя идеально. Но ремонтировать их было некому. Беда ее была не в нагрузке 25 тонн, а в том, что она появилась раньше лет на 10. Ремонтной базы для нее просто не существовало. Это были чудо, а не локомотивы. Очень удобные в работе. Верх совершенства для того времени. Нагрузка на ось 25 тонн, жасткие характеристики, автономные секции. Все аварийное отключение в кабине. Электровозы разные по расположению оборудования и электросхемам. В основном работала двойка. Жаль, в серию не пошли из-за чьих-то амбиций. Умница, а не машина. Если бы вы видели, что внутри. Правда, вторая несколько другая. И работала надежней. Задал ток и скорость и сиди. Балдей. Лень было дуракам схему выучить и научиться ремонтировать. А сейчас в итоге ВЛ-10 и ВЛ-11 везде. Ну, значит, прекрасно. Наверное, сейчас у вас одни ВЛ-12 катаются. Нет? Эх, оказывается, не все так гладко. Хорошие результаты больной показывал лишь на последовательном включении обмоток возбуждения. А при переходе на независимое возбуждение, которое предполагалось в качестве основного, электровоз начинал барагозить. Он срывался в боксовании всеми колесными парами. Фиксировались значительные броски тока. Кроме того, отмечалось неустойчивое взаимодействие аппарата с контактной сетью. До кучи врачи наблюдали ударные переходы некоторых ТЭДов из тяги в рекуперацию. И вообще отвратительную коммутацию ТЭДов. Не может быть. Может. Электровоз показался бигбоссом излишне усложненным. Надо было доводить до ума электронную схему регулирования, налаживать под новый электровоз ремонтную базу, в конце концов обучать персонал. Оказалось, что проще запустить в производство уже архаичный на тот момент реостатный ВЛ-11 с чудовищной тумбой, который до кучи боксовал как сволочь. В мае 80-го года обе машины были отставлены от поездной работы с формулировкой «не отвечающие требованиям эксплуатации». Тут их судьбы расходятся. 002 аппарат отдали обратно на НЭПС. Вероятно, там машина постепенно разбиралась, приобретя к 87-му году вот такой печальный вид. Есть еще фото, очень редкое, но датируемое 2021 годом. Хм, вряд ли электровоз дожил до таких сидин. Скорее, к концу 80-х, начало 90-х его благополучно пустили в расход. Может, хоть 001-й сохранился, скажет жалостливый джентльмен. Спойлер нем нет. И его распилили. Сколько можно? Да не говори. Но сперва, после постановки под забор в мае 80-го, электровоз приглянулся некой загадочной организации, которая смогла таки забрать его к себе. Опытная путевая машинная станция Решетникова Октябрьской железной дороги. ВЛ-12 стал таскать всякие хозяйственные поезда, рельсоукладчики, хопперные вертушки, путевые машины. Правда, только при последовательном включении обмоток возбуждения. И лишь в декабре 87-го, наконец-то, был исключен из инвентаря. Тут есть некая нестыковка. Во-первых, вот это фото. В цвете, рядом ЧС-2. При этом указано Депо Москва-Сортировочная-Рязанская. И 1984 год. Аппарат должен быть в ПМС. Ладно, возможно, он заехал в депо на обточку или на ТО. Кстати, джентльмен, наверное, обратил внимание, что машина позеленела. Да, и как минимум с 1977 года. Вот, фоточка с субботника. Нафиг было перекрашивать-то. Нормально же общались. Тем более, даже переменник ВЛ-80Р закатали в этот свет. И опять загадка. Мы отыскали фото из того же депо, датированное сентябрем 89-го. Еще раз напомним, тачку списали в 87-м. Мистика не иначе. А вообще, жаль, что столь уникальную серию не сохранили. Впрочем, ничего нового. Представляем вам, джентльмены, характеристики нашего героя. Что ж, очередной ролик. Виндополож, как говорится. Уникальный электровоз, опередивший свое время эдак лет на 15. С возможностью тиристорного регулирования и все такое. Идеи, заложенные ВЛ-12, сейчас находят реализацию в виде 2С6 и 2С4К. А значит, жизнь в двенашке была не напрасной. Кстати, кого вы хотели бы сейчас видеть больше? Возрожденные ВЛ-12 или все же современные синары? Напишите в комментах, пожалуйста. Спасибо за мнение и просмотр ролика. Оценивайте его лайком или дизом. Проверьте подписку на канал. Еще раз всем спасибо. Всем удачи и... До новых видео!